Всем привет! Сегодня у нас с вами на обзоре новый аромат от бренда Le Chamou. И очень интересная у него упаковка. Такой, по-моему, у нас с вами еще не было. Обычно они присылают ароматы в виде кинжала или верблюда, но сегодня что-то новенькое. Аромат женский, называется он Good Time in Paris, и название достаточно интригующее. Наверняка у парфюма с таким названием должны быть какие-то супер изысканные ноты. Мне, кстати, понравился этот бренд. Женские ароматы, мне его нравятся даже больше, чем от Latafe, но пока что ни один из них не обладал какой-то супер крутой стойкостью. В основном они все свежие, легкие, такие приятные, цветочно-фруктовые. Так, что-то у нас интересное. Не оригинальное, гипер. Скорее, ближе к классике, но... Чувствую, что вначале есть фрукты. Возможно, цитрусовые какие-то здесь есть оттенки, но они вот чем-то таким характерным очень быстро уплотняются. Не специй, а как будто бы вот... Как будто древесиной какой-то, что ли. Такой достаточно плотный аромат, то есть он нелегкий. Ну, прикольный, мне нравится. Он прям такой женский, элегантный, очень сдержанный, очень изысканный прям. Что-то интересное. Явно здесь есть цитрусовая нота, она вот прям четко так выделяется, но, говорю, не из той категории аромат, который сразу же улетает куда-то к небесам, да, и его потом не догонишь, не поймаешь. Нет. История достаточно плотная, даже достаточно опытная, я бы сказала. Давайте посмотрим на состав нот и будем разбираться. Ну что, я смотрю на пирамиду композиции Good Time in Paris и не особо понимаю... Не особо пока что понимаю, что дает вот это... Такую вот прям характерную плотность. Вначале у нас звучит лимон и розовый перец. Лимон, да, я вам говорила о том, что цитрусовая нотка здесь прям так четенько прослеживается, но... Вот у меня, правда, ощущение, что вначале должны звучать амбра и мускус, вот какая-то прям такая база. В сердце у нас яблоко, малина и роза, но тоже достаточно легкое сердце, да, фруктово-цветочная, в принципе, вся композиция. В базе яблоня, мускус и виргинский кедр. Вот это скорее больше похоже на то, что я слышу сейчас, да, потому что... Потому что действительно чувствуется вначале вот прям какая-то древесина, смешанная с цитрусовым. Очень интересный аромат, он прям очень женственный такой, достаточно сильный. Давайте дадим ему время раскрыться, не хочу пока делать никаких выводов. И через пару часов вернемся к обзору. Ну что, у нас с вами прошло несколько часов. Аромат классный. Я, наверное, спустя минут 15 после его нанесения начала чувствовать, как у нас раскрывается розовый перец вообще. Эта нота в парфюмерии, она дает такой вот мягкий, пряный, с какими-то вот нюансами древесины запах. Очень прикольный, да, еще как будто вот есть такая небольшая примесь сухофруктов в сочетании с лимоном, просто сногсшибательно. И верхние ноты у нас держатся довольно долго, когда у нас уже начинает вступать в силу такое цветочно-фруктовое сердце. Аромат становится чуть более плавным и мягким, но в целом это такой достаточно объемный, очень яркий, какой-то вот раскатисто-бархатистый запах. И думаю, что он подойдет такой офисной современной леди, очень женственной, очень элегантной, такой прям супер изысканный запах. И, конечно, древесная база, она прям очень круто дополняет композицию, ставит такой яркий финальный аккорд. Аромат нелегкий, несмотря на то, что много таких фруктово-цветочных нот, да, он не совсем свежий, да, он скорее ближе к древесному вот такому запаху, с характерными вот акцентами перца и цитрусовых. Стойкость у него, как и у всех предыдущих ароматов из коллекции Лешаму, средняя, то есть 3-4 часа он будет держаться хорошо, дальше придется обновлять. И я заметила, что у него неплохой шлейф. Я бы сказала, шлейф у него ближе к сильному, поэтому учитывайте это, если будете подбирать аромат для похода на учебу или на работу, важно не переборщить. В целом, наверное, этот запах больше ассоциируется у меня с такой молодой мягкой древесиной, да, он совсем немного пряный, он разбавлен прикольными цитрусово-фруктовыми нотами. И запах, он достаточно классический, он сдержанный, то есть это не какая-то супероригинальная, экстравагантно вызывающая история, нет. Это сдержанный, изысканный, элегантный запах, который, как я уже говорила, больше, на мой взгляд, подойдет такой вот офисной леди.